Доклады, которые были представлены министрами, та информация, которая была рассмотрена в рамках заседания правительства, полностью удовлетворяет требованиям, которые выставлялись, были сформулированы поручения президента. Один из поднятых вопросов касался решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Разработан целый комплекс мер по недопущению новых случаев нарушения прав людей, чьи средства были привлечены для строительства домов. Согласно плану графика на 2018 год, социальный выпуск планируется предоставить 15 граждан, в 2019 году по 11 гражданам. Большую дискуссию вызвал вопрос привлечения молодежи на село. Среди мероподдержки – предоставление грантов выпускникам университетов, переезжающим на работу в сельскую местность, или повышение информированности населения по вопросам господдержки предпринимательства и кооперации. На заседании обсудили проект постановления о внесении изменений в программу формирования комфортной городской среды. Госпрограмма дополнилась пунктами, касающихся увеличения финансирования муниципальных образований на проведение работ по благоустройству. Напомню, что по поручению губернатора средства, которые выделяются на программу благоустройства в муниципальных образованиях, в этом году практически удвоены по сравнению с прошлым годом. Многие видели о том, как изменился город, изменились города, районные центры. И было достаточно много сделано за последние, даже не годы, а десятилетия, по сравнению с последними десятилетиями, в части благоустройства дворовых территорий, в части благоустройства общественных пространств. На следующий год мы ставим еще более серьезные задачи, и я уверен, что они будут исполнены. Также будет расширен перечень условий предоставления субсидий бюджетам поселений и городских округов, которые будут направлены на благоустройство территории. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Ульянской правды.